Броски с падением, техника обездвиживания противника и другие приемы борьбы дзюдо в жизни помогут постоять за себя в случае опасности. И что самое интересное, в число влюбленных в дзюдо входят не только юноши, но и девушки. Девочки дзюдо от мальчишек отличаются разве что косичками, а в остальном это настоящие бойцы. По словам тренера, девчата дзюдо ничем не уступают мальчикам. Девчонки сегодня идут на равных с пацанами и вы видите, они выполняют такую же работу. Перед ними занимались пацаны. Ту же самую нагрузку, тот же самый подход мы применяем в девчонках. Только здесь единственная разница, что мы их больше оберегаем. Но это не снимает с них нагрузку, это не снимает с них режим. Они также ведут свои спортивные дневники, с ними также общаются тренера девочки. Если есть какие-то вопросы касаемо какого-то девчачьего направления, но касаемо той нагрузки, ответственность у них такая же ответственность, как у пацанов. И мы также верим, что завтра они станут большими чемпионами. Закаленный характер и умение постоять за себя – это все от дзюдо. В этом виде спорта, как и в любом другом, есть риск получить травмы. К ним девочки относятся по-философски. Сломать руку и вывихнуть ногу можно и безо всяких тренировок. Тем более, что как раз на них правила безопасности соблюдаются по максимуму. Нет, не боялась. Все детство было, в принципе, в синяках. Нет, я просто не боюсь, что ударюсь там или что-нибудь там сломаю себе. Не тренировок и соревнований спортсменки свои навыки не применяют. Разве что демонстрируют товарищам, чему их научили на занятиях. Сегодня это уже, пусть небольшие, но профессионалы, которые уже знают определенные приемы, имеют определенную подготовку. И с ними уже на улице даже они за себя точно смогут постоять и постоять за своего друга. Поэтому еще раз повторюсь, что мы в этом очень строги. Если кто-то из них будет применять это на улице, то он имеет уже какие-то предупреждения, то мы его отстраняем от тренировок. Если он повторяет или не понимает, то нам приходится с ним расставаться. Причины для прихода в секции боевых искусств у каждой были свои. А вот повод остаться у многих совпал. На тренировках интересно. Занятия с другими спортсменами заряжают энергией и позитивом. И учат здоровой конкуренции. Тут учат дисциплину, это 100%. Учатся характеру, вырабатывают некий характер, который помогает тебе в жизни, не только в спорте, но и в ситуации, где ты должен постоять за себя. Дзюдо – это отличное развитие физическое и ментальное, потому что тут учат не только физическим каким-то нагрузкам, упражнениям. Помогают тебе открыться и понять себя. Главный тренер отметил, что на сегодняшний день девочки показывают даже более лучшие результаты, чем мальчики. Он считает, что женское дзюдо в Тимиртау должно развиваться и выходить на высокий уровень. Сегодня в нашем клубе девчонок уже 12-14 человек. И, наверное, пользуясь случаем, хочется пригласить их сюда, посмотреть. Зачастую все говорят, что на дзюдо только приходят какие-то такие девчонки боевые. Ну, вы сами видели. Девочки дзюдо – на вес золота, и их всячески пытаются оберегать. Самое главное для тренеров спортивного клуба «Китацию» – это воспитать достойного человека по правилам Кодекса чести дзюдоиста. Это и будет главная победа.